Продолжение следует... Да, очень. А где ты была? Чем ты занималась? Сейчас я отдыхала в комнате, общалась с журналистами, меня учили основам. Нет, вообще-то всего, что ты здесь с кем-то здесь познакомилась, будучи в Москве. Ты сколько дней уже в Москве? Ох, как все было интересно. С пятницы по понедельник я была на соревнованиях. На каких? На плаваниях. Так. Взяла серебро. Да ладно. Да. Здорово, молодец. А каким стилем ты плаваешь? Брасом. Набрасить там по сумме двух дистанций, 50 и 100 метров. Молодец. Вот. Поздравляю тебя. Спасибо большое, вы тоже занимаетесь плаванием. Да, я плаваю. Да, здорово. Ну не так хорошо, как ты, наверное, но все-таки я буду стараться. Хорошо. Буду над собой работать. Да. Но это же не я беру тебя, а ты у меня. Это точно. Это давай. Поэтому я бы хотела задать вам несколько вопросов. Вы всегда мечтали стать президентом? Или раньше хотели быть, ну, допустим, космонавтом? Да. Я никогда не мечтал быть президентом. У меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу такого, как бы, стечения обстоятельств и предложений первого президента России. И потом, вот, в результате выборов я не собирался, не планировал и никогда об этом не думал. А кем вы тогда хотели стать? Ну, в разное время разные были у меня приоритеты. Одно время хотел быть летчиком, потом просто военным, потом хотел уже постарше, когда стал, хотел работать уже в органах внешней разведки. Это было мое такое скрытое, но очень такое серьезное увлечение, основанное на книгах, на фильмах об этой работе. Мне всегда казалось, что это очень важно, очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству и своей готовностью к достижению результата любой ценой, в том числе и, может быть, готовностью к самопожертвованию. Вот, он может добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях каких-то особых ситуаций, военных конфликтов или войны, как это было во время Великой Отечественной. Да. Ну вот, это вот такие моменты. Вы серьезно готовились к этому, да? Ну, ну как, я поступил в университет, закончил, потом меня пригласили на работу в органы безопасности, потом я прошел спецподготовку, потом поработал еще одну спецподготовку, потом институт разведки. Это была большая такая комплексная работа, достаточно большой путь. Да, это большой путь. И все-таки Вы стали президентом. Да, так получилось. Да. Вы об этом никогда не пожалели? Нет. Наверное, все-таки в первое время было трудно. Вы можете описать Ваши первые дни должность президента? Да, это было нелегко. Это были очень сложные годы для страны в целом. Она балансировала на грани выживания. Была очень сложная ситуация в экономике и в сфере безопасности. В нашей стране, ты этого не знаешь, но происходили сложные внутриполитические процессы, шла очень острая борьба с международным терроризмом, особенно на Северном Кавказе. Все это переплеталось с проблемами, которые нам достались из прошлого, с несправедливостями, которые были проявлены в отношении целых народов бывшего Советского Союза и России сегодня. Вот все это в один клубок смешалось, и разрулить эту ситуацию, распутать этот клубок было достаточно сложно. Это невозможно было бы сделать вообще без поддержки людей, без поддержки народа России и народа Северного Кавказа. Ну, Вы стали столбом, на котором держалась Россия. Это действительно очень тяжело, как Атланта. Россия держится всегда на русском народе и на других народах, населивающих нашу страну. Вот что является основой нашей страны. Это государствообразующий фактор, это прежде всего. Какой Ваш был самый запоминающийся день в этой должности? Ой, это очень сложно сказать, но самый запоминающийся, мы сейчас только об этом говорили на большой пресс-инференции, самые яркие события этого года, это выбор президента и чемпионат мира по футболу. Да, да. Было очень, на чемпионате было очень весело, очень была незабываемая атмосфера. И вот выборы... И нам это удалось провести такой чемпионат, хороший, на таком замечательном, очень высоком уровне. Порадовать и нашу страну, наших любителей спорта, ну и всех, всю огромную, многомиллионную семью тех, кто любит футбол. Кстати, о пресс-конференциях. Вы уже провели тысячи часов, отвечая на вопросы журналистов, и вы не устали? Регина, общение с такими журналистами, как ты, дает мне дополнительные силы для будущей работы. А в принципе, это одна из важных сторон деятельности человека, который занимается такой работой, как я, потому что, я надеюсь, через представители пресса удастся донести до миллионов людей мою собственную позицию, позицию правительства Российской Федерации по важнейшим вопросам развития России. Ну, то есть, поэтому для вас это так важно, да? Именно так. Ох, ну, вы, наверное, очень устали. Давайте я вам задам вопрос попроще. Давай. Да, каждый человек в душе меломан. А вы какую музыку предпочитаете? Рэп, классику или Хабима Матрунда? Ну, Хабима Матрунда для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато. Хотя любая музыка, она всегда приятная, если она талантливая. Она всегда должна порождать какие-то положительные эмоции. Вот мне нравится и современная музыка, но очень нравится и так называемая популярная классическая музыка. Это, ну, не очень сложно, потому что тоже нужно быть хорошо подготовленным слушателем, но традиционные классические произведения, самых любимых в мире авторов, они мне нравятся, я люблю это слушать. И они создают необходимую, очень хорошую атмосферу. А какой ваш любимый певец или группа? Певец? Ну, с певцами сложно. Если мы вот про музыку говорим, то мы говорили про популярную классику. Я могу тебе назвать сразу несколько. Это из наших отечественных, это, конечно, прежде всего Чайковский, это Моцарт, это Шуберт, это Лист, это Шопен, это Брамс, безусловно Бетховен и Бах. Да, безусловно. Это великие композиторы. Да и музыка красивая очень. Да. Вот, если ты послушаешь Шуберта в обработке Листа, Серенада, вот, послушай, пожалуйста, я уверен, тебе очень понравится, ты полюбишь эту музыку. А вы Вивальди любите? Вивальди люблю. Времена года замечательная музыка. Скоро Новый год. Точно. Да. Какой бы вы хотели получить подарок на Новый год? Подарок? Да. Это, это сложный вопрос для меня. Лучшим подарком было бы, была бы констатация того, что этот год, который мы прошли вместе со всей страной, он будет со знаком плюс. Что мы, несмотря на все сложности, а их очень много, мы их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего, дальнейшего серьезного развития нашей страны, для поддержки людей, которые в этом нуждаются. Это для того, чтобы у нас была уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. И вот это осознание того, что год прошел не зря, что мы находимся на правильном пути, добиваемся поставленных перед собой целей, вот это осознание является самым главным для любого человека, ну и для меня тоже. Это верно, каждый человек, ведь Новый год это как подведение итогов. Точно. Да, но это еще и всегда, как мы говорим, сказка, всегда ожидание этой сказки, ожидание чуда. Вот, в общем, хотелось, чтобы, опираясь на то, что сделано в предыдущие времена, в том числе и за уходящий год, чтобы мы могли иметь полное основание рассчитывать не на сказку, а на то, что мы сделаем следующие шаги в улучшении жизни в стране. В общем, чтобы этот Новый год настраивал нас на оптимистический лад, и чтобы он был счастливым и благополучен для всех нас, для тебя, для твоей семьи, для всех российских семей. Да. А у вас есть желания, которые бы вы загадали под бой курантов? Есть, но это же желание тайное, но тебе могу сказать по секрету, хотелось бы, чтобы все наши желания... Нет, пусть оно сбудется, пусть оно исполнится, и я желаю вам исполнения этого желания обязательно. Вот, а мое желание простое, чтобы все желания исполнялись. Хорошо, тогда все желания исполнятся, и будет весело. Но мы готовы. Я хотела вам подарить небольшой подарок. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Красиво, спасибо. Спасибо. У меня тоже есть для тебя подарки, поскольку ты тоже любишь музыку. Да. Возможность будет у тебя сходить и послушать, и в ежедневном режиме воспользоваться этой техникой, которая там есть. Хорошо? Да, спасибо большое. Желайте и с Новым годом. Спасибо. 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 Вы очень хорошие. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно это слышать. Благодарю тебя. И спасибо большое за интервью. И вам спасибо. Это вам спасибо большое. Очень красивая собачка. Тебе получили, знаете, похоже на мою коню. У нее тоже есть собака. Лабрадор, собака-поводыр. Да. Это ее помощник. Я вам одну вещь сказать. Вы великий президент. Спасибо. Мне это очень приятно слышать. Я думаю, что это аванс. Я еще должен для того, чтобы оправдать твои слова, должен еще много работать. Я уверяю тебя, я буду это делать. Я тебя целую и желаю тебе всего самого доброго. Спасибо.